Всем привет! Сегодня мы поговорим о главном шоумене всех времен и народов, великом актере и человеке Чарли Чаплина. Узнаем, какой он без грима, о его жизни и успехе среди женщин. Даже через десятилетия после своей смерти Чарли Чаплин остается одним из самых известных киноактеров всех времен. Он стал настоящим пионером немого кино и внес огромный вклад в развитие киноиндустрии. Одним из самых успешных и узнаваемых персонажей Чарли Чаплина является Бродяга. Этот образ настолько укоренился в умах зрителей, что практически никто не знает, как выглядел актер без грима. Чарли Чаплин стал популярным благодаря своему персонажу, который получил имя Бродяга. Этот смешной интеллигент с цилиндром на голове, дурацкими гусами, потрепанными штанами и растрепанными ботинками навсегда останется в памяти любителей кино всех поколений. Однако настоящий Чарли Чаплин был далеко не таким, как его герой. Этот кудрявый, худощавый паренек с добрыми глазами – настоящий Чарли, который прошел сквозь огонь и лед, прежде чем получил славу и признание. Молодой Чарли Чаплин, носивший белую рубашку без воротника, пиджак с раздутыми карманами и вечно ломающимися замками, больше похож на Боба Дилана, чем на своего классического персонажа. Но самая шокирующая новость, которая приводит в недоумение людей, видевших хоть раз снимуя кино с участием Чаплина – это то, что в жизни он не носил усор. Все, кто знал Чарльза от Спенсера Чаплина, утверждали, что он до конца своих дней выглядел как настоящий британский джентльмен. От каждого дюйма его тело, от каждого лоскутка одежды и от его манер просто веяло интеллигенцию. Чарли Чаплин начал свою карьеру в довольно юном возрасте. Первое, чем он занялся, был в АДВИ. Он трудился, не покладая рук, чтобы помочь своей матери. Пройдя хорошую лондонскую школу, молодой Чарли получил возможность попытать свои силы в Северной Америке. Голливудские агенты сами вышли на актера и предложили ему подписать выгодный контракт, на что Чаплин согласился практически без раздумий. Так он стал настоящей звездой эпохи немого кино и начал свое покорение Америки. Попав в Голливуд, Чарли Чаплин довольно быстро смекнул, что может самостоятельно снимать кино. Вскоре он начал выпускать собственные полнометражные фильмы, одним из которых стал настоящим хитом среди американской телевизионной аудитории. 12-минутный «Зе Кит» моментально стал популярным, превратив Чарли Чаплина в любимца американской нации. В течение следующих двух десятилетий популярность Чарли Чаплина продолжала расти, однако были и серьезные потрясения. В промежутке между 1920 и 1940 годами он снял такие фильмы, как «Малыш», «Великий диктатор», «Современное время». Его картины приносили невероятные доходы, имея колоссальные кассовые сборы, однако после 1940 года его звезда начала угасать. В то же время Чарли Чаплин испытывает некоторые трудности в личной жизни. Его назвали бабником. Чарли Чаплин, несмотря на свой комедийный образ, пользовался успехом среди многих женщин. Он трижды состоял в краткосрочных браках с молодыми актрисами, а также был уличен в связи с влиятельными женщинами, которые не имели никакого отношения к кинематографу. В конце концов он обрел счастье с актрисой Уной Макнил, с которой прожил остаток своей жизни. С Уной у него было 8 общих детей. Всего же у Чаплина их было 12. Несмотря на свой разгульный и несерьезный характер, Чарли на протяжении своей жизни помогал своим потомкам. Актер умер в 1979 году в возрасте 88 лет. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok